Один неверный шаг на дороге может решить дальнейшую судьбу человека. К сожалению, цифры статистики подтверждают, что оступившихся как среди водителей, так и пешеходов стало слишком много. Увы, среди них есть дети и подростки. Жизнь – самое дорогое, что есть у человека. Но когда на кону стоит жизнь ребенка, все остальное становится неважным. Именно так рассуждает любой родитель. Главное – не забывать, что иногда именно от родителей зависит поведение ребенка, в том числе и на дороге. В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории района с 1 июня до 1 октября проводится комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток». В ходе ее проведения организовано межведомственное взаимодействие служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках операции «Подросток» активно ведут свою работу и сотрудники отдела ГИБДД. Как известно, самые страшные цифры статистики с участием детей касаются дорожно-транспортных происшествий. Так, в 2016 году в Славянском районе значительно возросло количество ДТП с участием детей, отмечает начальник ГИБДД по Славянскому району Евгений Ильиных. Особую обеспокоенность вызывает все-таки состояние аварийности с участием детей. В прошлом году было допущено 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 детей получили телесные повреждения. В этом году у нас на территории района зарегистрировано 18 таких дорожно-транспортных происшествий. Потеряли одного ребёнка на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, 10-летнего жителя города Краснодара. И 20 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из 18 дорожно-транспортных происшествий по вине детей было зарегистрировано всего 3 дорожно-транспортных происшествия. Вопросами безопасности на дорогах занимаются не только сотрудники дорожной полиции. Необходимые меры для безопасности учеников предпринимают и педагоги школ. Перед ними стоит важная задача – донести информацию детям таким образом, чтобы у них выработалась жизненно важная привычка – соблюдать правила дорожного движения. В школах Славянского района активно действуют различные акции, направленные на профилактику безопасности дорожного движения. Так, в школе номер 17 проводится несколько таких акций. Ежегодно 1 сентября дается старт акциям «Безопасный переход», «Безопасный перекресток». В этом году наши акции совпали со всероссийскими мероприятиями, которые носят название «Дорога – символ жизни». И поэтому мы в школе подключились к этой акции и тоже приняли активное участие. 1 сентября наши дети, члены кружка ЮИД, это старшеклассники, стали дежурить на опасных пешеходных переходах, это подходы к нашей школе, и на перекрестке улица Победы и улица Комсомольская. Татьяна Захарченко, ученица школы номер 17, каждое утро дежурит на пешеходном переходе возле школы. Она помогает школьникам помладше переходить дорогу, подсказывает правила дорожного движения. Это делается для того, чтобы младшие ребята нашей школы, младшие классы узнавали правила дорожного движения, были внимательными и осторожными на дороге. И мы им в этом помогаем. Также на классных часах для учеников младших классов проводят лекции о безопасности дорожного движения. Ребята поделились с нашей съемочной группой своими знаниями. Дорогу нужно переходить только, когда идет зебра. Дорогу нужно переходить, когда на светофоре горит зеленый цвет. Сотрудники ДПС, водители, педагоги в школах все должны понимать, что лишь совместными усилиями возможно уберечь детей от несчастных случаев на дороге. Тина Копачевская, Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Копачевская, Надежда Неткочевская, 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 Надежда Неткочевская